Первое осеннее заседание Гордумы получилось ожидаемо масштабным. 32 вопроса за три часа. В качестве разминки депутаты одобрили внесение изменений в городской бюджет. Таким образом, его доходная часть была увеличена на 14 миллионов рублей. Главные планы связаны с двумя вопросами. Во-первых, завершить все начатые стройки, которые у нас предусмотрены бюджетом 2014 года, а их немало, это и фоки, и волновое расселение, и детские сады. И вторая задача, это, конечно же, формирование бюджета 2015 года. То, что он будет непростой, мы это знаем. Число совершенных в состоянии алкогольного опьянения преступлений в Нижнем Новгороде за январь-август 2014 года возросло почти на 14%. Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя начальника УВД по городу Нижнему Новгороду Сергей Горячев. Однако есть и положительная динамика. Установлены виновные лица в совершении более 400 преступлений прошлых лет. Кроме того, выявлено 51 преступление против интересов государственной власти и 41 факт взяточничества. Сократилось на 25% количество зарегистрированных преступлений, в том числе на 21% тяжких и особо тяжких составов. Глава города Олег Сорокин заявил, что проблема продажи алкоголя действительно недоработана. Слишком либеральный подход к наказанию за нарушение закона. И предложил коллегам из законодательного собрания объединить усилия в этом направлении. Самый острый вопрос депутаты приберегли напоследок. Речь идет о сокращении областных субвенций на образование, из которых платится зарплата учителя. На сегодняшний день во все образовательные учреждения пришло распоряжение об изъятии 5% годового фонда заработной платы. А это более 250 миллионов рублей. Это значит, что до 70% зарплаты в декабре платить будет нечем. Сегодня депутатная школа предложена сокращать группу продленного дня, классное руководство, кружки и секции. Но это все равно не спасет ситуацию. И на сегодняшний момент слышно только заверение, что может быть вернут, как вернут. Если хотели бы вернуть, тогда, простите, зачем снимали. Это раз. Второе. Но, наверное, можно было бы не построить один фок, если уж такие критические ситуации с деньгами. Можно было бы не построить одну опору моста, можно было бы не поставить какой-то памятник, но не залезать в карман учителей. Для образовательных учреждений подобные сокращения катастрофичны. Уже с января платить заработную плату учителям будет просто нечем. Субвенции складываются у нас заработная плата, начисление на заработную плату, учебники, связь, интернет и расходы на оборудование. Мы волнуемся, поскольку за учебники мы все средства уже перечислили, то есть мы тут сократиться не можем. Депутаты выступили с требованием пересмотреть решение законодательного собрания о сокращении областных субвенций на образование. Пока же вопрос будущей заработной платы учителей остается открытым. Александра Рьянова, Илья Федулов, Горький ТВ